Выдалось у нас свободное время и решили мы прокатиться по Австрии, посмотреть что и как. И увидели мы необычный вход, небольшое здание с небольшой дверью, большая очередь людей, которые входили, 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 а куда идут было непонятно, решили мы узнать. Начали разбираться, оказалось, это вход в штольню, где еще с 18 века добывали гипс. В 1848 году мельница, которая находилась сверху на горе, начал делать какие-то доработки себе, то ли штукатурку он там себе правил, то ли еще что-то, то ли, говорят, фонтан он себе исправлял, который был сделан на базе родника. Оказалась пробита некая перегородка и в штольню гипсовую начала поступать вода. Сначала немного, потом где-то в 1912 году емкость, через которую поступала вода в штольню, настолько разбухла, что вода рвинулась в штольню, сразу где-то, судя по рассказам, около 20 тысяч кубических метров воды и затопила саму штольню. Использовать это место в качестве рудника для добычи гипса уже стало невозможно. Штольня заполнялась водой и образовалась и на сегодняшний день самое большое подземное озеро Европы. Через 6 лет ее, эту штольню выкупил венский производитель ликером. Он хотел изначально сделать место, где, подземное место, где будут выращивать грибы, но там оказалось слишком сыро. Пошел сделать для хранения вин, тоже оказалось слишком сыро. И так до 1930 года решил он сделать развлечение там. Провел свет, старый военный понтон использовал, электрический катер сделал. И уже в 1932 году открыл именно развлекательный аттракцион. К тому времени озеро заняло территорию в 6,5 тысяч квадратных метров. Но только в 1937-1938 году за год посетил около 50 тысяч гостей. Когда началась Вторая мировая война, люди решили сделать в этих шахтах хранение продуктов, каких-то ценностей, в том числе художественных. Но опять-таки очень высокая влажность не позволили это сделать. Трудно определить, как лучше называть людей, которые там работают. Проводники или, судя по таинственным залам, угрожающим видам, возможности заблудиться. Или это экскурсоводы, люди, работающие там, показывают и рассказывают, как работалось в то время, в каких условиях люди работают. Есть экспозиция, которая рассказывает о том, что создавали здесь внутри. Посуда, условия жизни, условия работы. Это работали наемные работники, конечно. Но условия работы были все равно достаточно тяжелыми. Рассказывают про лошадей, которые, рождаясь в тех условиях, оставались всю жизнь слепыми. Жили они в темноте, рождались в темноте и умирали в темноте. Как правило, эти лошади никогда не видели открытого неба и солнца. Добыча гипса в этих штольнях начиналась и продолжалась в те времена, когда особой механизации не было. Все тяговые задачи выполняли на себе лошади. Таскание вагонеток, вращение каких-то механизмов, тех же лебедок, тех же мельниц, которые перетирали гипс. Все выполняли лошади. Субтитры сделал DimaTorzok Есть в этом гроте, в этой шахте, место, которое активно живет и сейчас. В 2013 году американская телевизионная сеть выбрала здесь грот для того, чтобы снять реалити-шоу The Quest. В 80-летие рудника в 2012 году в зале шахты проводились концерты. Вставился фауст. Можете себе представить, как в этих условиях звучал этот самый фауст. Вставились спектакли «Блю ангел». Последняя постановка фауста, уже расширенная постановка фауста, была поставлена в 2014-2015 году. Здесь их посетили более 10 тысяч человек. 1 мая 1944 года туннели были захвачены заводом «Хенкель», и там начали производить самолеты. Разрабатывать их, испытывать и производить самолеты «Хенкель-110», «Хенкель-162». Это были первые попытки создания реактивных самолетов. Самолеты, когда уже было налажено производство, их, эти самолеты, частями по озеру ввозили за пределы озера и отправляли на территорию военного аэродрома, который был на месте нынешнего аэропорта «Бенеш» в Швехарк. На заводе работали более 600 заключенных. Жили они в маутхаузене, в соседнем концентрационном лагере. Работали, конечно, в невероятных условиях. Ну, кто был специалистом, каким-то там слесарем, токарем, сборщиком, им еще придерживали какие-то нормальные нормы. Огромное количество людей, те, кто расширял шахты, те, кто делал тоннель, погибали. В 1988 году был сделан мемориал. В конце 1945-го, в начале 1946-го года, российские оккупационные власти обнаружили этот завод. За полгода вывезли оттуда все, что могло пригодиться и бросили эти шахты. Так появилась история советской реактивной авиации. В фильме «Три мушкетера». «Три мушкетера» Композитор Майкл Кэйман По роману Александра Дюма Автор сценария Дэвид Лауэри В 1993-м году Олд Дисней снял здесь свою версию «Трех мушкетеров». Очень многое после них здесь еще осталось и уже используется как аттракцион, как местная достопримечательность. Пройдя очень длинный путь по штольням, мы добираемся до озера, где нас ждет катание. Ждет катание на лот. Узнаете вот эту лотку, кто не запомнил ее? Вернитесь назад кадром диснейских мушкетеров. «Три мушкетера» «Три мушкетера» «Три мушкетера» 31 мая 2001 года одна из лодок, которая перевозила 28 туристов, перевернулась. Следствие утверждало, что там была превышена норма посадки, была нарушена центровка корабля. В самом тесном месте озера лодка была перевернута. Тогда утонула бельгийская женщина, четыре немецких женщины. Как следствие, каждый, кто теперь управляет лодкой в озере, обязан иметь лицензию капитана главного футбола. Вот так себе можно теперь куда-то обещать. Видео на лодке уже была замена новая модель, которая в принципе работает и до сих пор. Мало покатали, еще раз нужно выпить. Иди. Иди как съемца. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Россия в Танцах» «Симон» «Симон» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok